Я показываю все превосходство жизни в деревне. Как человек все это видит. Вот Алешин дом. А вот у него не доходя, вот сколько грошей. Это... Вот как много ворона садится. Это все увидит человек. Там козлик пасется. В природе человек находится. Посмотрим налево здесь. Вот здесь покос был. Человек это видит, а косит. Там дальше деревня. Тоже грошей пал, но в другой стороне. Тут голубятня. Он видит. У меня тут ребятишки ходят. На экскурсии. Пал один дом показать. Тут тоже наверху сидит. Птица. Голубятня. Там коточки пасутся. Видите как. Вроде бы заросли. Крапива растет. Но это тоже природа. Это все перед глазами. Вот японцы это понимают, ценят. Пытаются искусственно создать. Чтобы человек находился как бы в природе. У него и аппетит другой. Это улица одна. Посмотрите, какая природа. Какая природа. Вот нам с Туркестана отовсюду пишут мне. Какая у вас природа. Но тут. Это в деревне. Внутри деревни. Какие деревья. Вот стоят березы. Вот они какие. Вот рядом свои березки. Тут я не знаю, наверное, сколько берез растет. Десятками, десятками. Клен. Клен. Ветла. Клен. Тополь. Сейчас я пришли, набрали большое блюдо. Крыжовник, вон, Надежда Васильевна. Я пошел тут заросли. Малины. Это все внутри. Внутри. Он же вышел человек, постирал. Дышит свежим воздухом. Смотрит, какие облака. А. Смотрит, как человек сам своими силами строит дом. Да, Андрей, вот рядом вот этот дом. Та, отец его, Владимир, с Валентиной. С Алексеем. И как все дружно. Все какое-то движение. Вот видишь сколько. В городе-то еще даже собачку не выпустишь. На привязи. А там с собой взял, здесь в поле пошел. В деревню тоже у нас нельзя пускать беспривязную. Рядом вплотную подходит. Это просто показать хотел преимущество жизни в деревне. Вот сейчас сказали, чтобы к ней они или пойти Глушкова и заснять у ней там святые. Увидели, когда рыбу передавали. Там святые. Какие именно святые? Ну, я даже внимания не обратил. Святые, да и святые. Надо ехать снимать. Вот куда ни посмотришь, все божественно близкое. Близкое. Вот я иду тут постирался сам. Постирался. Тут вся никак. Вот тут колодец свой. Там такая самодельная теплица. Парник называется. Сходили в баню, своя баня. Вот накрутили этих, сколько барабаш. Показывают даже эти. Все перед глазами у тебя летит, мелькает. Там вот этот лагерь, который стал музейком для бедных лагерей. Все, ну, твое. Ох. Кто-то в бане заперся. Это подстилать. Коврики. Сейчас просто показать немножко здесь. Вот смотришь, дерево, ветла, яблони, вишни. Это все здесь своими руками посажено. Эта углярочка тут заварена разными щеренками. Все к месту. Просто вот взялся, подошел. А в городе-то что-то? О, голубоглазое чудо. Ну. Ну, что такое? Вот белый, был слепой. Котенком был. Вылезет и не может обратно попасть в коробку. Я ему святой водой протирал глаза. Потом раз, гляжу, начинает глаза у него... А то глядит, и глаза темные, ничего нет, зрачков нету. Вот он. Красавец какой. Вот кому надо. Это у меня шесть кошек образовалось. Ой-ой-ой. Это на что зайдешь? Вот лодка. Привезли, поставили. Да, беспорядок, да, так. Ну, все в порядке это. Протянул тот инструмент любой. Зашел, коса, ломик, кувалда. Тут же бредень растянул. Ну, в городе где его растяну-то? Вот, договариваемся, на какой день пойти вместе. Вот, зашел. Все смотрят, вот, 1774 год. Да, видны. Вот так. Это уже собачка. Она естественная. Вот он как. Знаменитый шарик. Очень породистая двордяшка. Синхронно у него всяк. Ни пятнами никакими. Вот тут дрова свои. Сколько наколото. А там у меня балерины. Такое сооружение трехэтажное. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Начальник лагеря был. То есть столбы идет, своя энергия к лагерю. Тысячи, тысячи детей перебывали, отдохнули. Откуда только не приезжали. Это еще вспоминать. Вот. Фермеры потравили скворцов. Ни одного скворца не видел. У меня было 123 скворечника в саду. И все заняты. 123, вообрази. Так вот. У нас тут музей страусовые перья, сороки, козел, рога. Мых турьяк ширской породы. Бараньи рога. Коря, бывший хоршуненок погиб. А ему песня сложена. Вот так. Старинная лучковая пила. Пришел. И ходку повесил. Никому она не нужна. А тут все. И уточка. Макет. И везде, везде. Крылья. Музей. Совы подписаны. Ястреба. Сороки. Это к тому, что в городе так-то не раскинешься. И потом вот они в комнате. У меня здесь пресс-конференция, может быть, была 60 человек. А сверху, снаружи смотреть, там еще и нету. Махонькой. Заходишь, надпись. Ну, Надежда Васильевна, это ее все. Вот так. Хорошо жить в деревне. Хорошо. Ну и все. А, да, тут на двери у меня крест. В комнате-то показывать. Начнешь сразу. Ой, беспорядок. Ну, давай заглянем. Такой ли вы беспорядок. Какого беспорядка и нету. Самый настоящий порядок. Кто заходит, все должны разуться. Потому что у двери маленький такой дерюшка. Дерюга-половещок. Вот. Это улица. На ней разулся. А дальше все босиком. Вот. Что такое. Главное сокровище. Вот сижу здесь. Процессор. Детям тут показывали. Кино, зал. Каждый день здесь записываю книжу свою. Все происходило. Как. Записная. Здесь лежит книга с Оженицына. Полное издание в одном томе. Я его дважды насчитывал. Вот это от корки до корки. В интернете зарядите архипелаг Гулах и Гнати Лапкин. И вы найдете. Все пока. Слава Богу. В комнате. Отцу улицы покажут. Ну, в городе это может быть. Но не так. Тут я в комнате смотрю из комнаты и вижу ту голуби. А отнюю голубей. На том доме. Между деревьями. Вот так вот смотрю. И вижу там открытый леток. Вот этот леток. Сколько у меня голубей сейчас даже не знаю. Но думаю уже около 40.